Ну а сегодня мы с вами поговорим о Hi-Fi аудиоплеере Ruizu X06. Собственно, само устройство выглядит вот таким вот образом. Делается на огромном производстве в Китае. Стоит такое устройство в порядке 350 тысяч рублей. Но для того, чтобы оно работало, вам надо будет докупить вот такой кабель за 70 тысяч рублей у меня и у моих друзей. Кроме того, вам понадобится прищепка, чтобы этот кабель держался и вот такой шуруп. Тоже мои друзья продают. 75 тысяч рублей, поскольку это цельнометаллический, как видно, бескислородный, абсолютно бескислородный шуруп. Вот так вот он выглядит. Да, сделан профессионально, на профессиональном оборудовании. Это так называемый аудиофилский шуруп, друзья. Больше нигде вы такой не купите. 350 тысяч рублей за шуруп – это очень дешево. И к тому же вам понадобится вот такая батарейка. Батарейка – это все переносное устройство. Ну, собственно, давайте поговорим о самом устройстве. Сзади все по-аудиофилски. То есть, сзади есть задняя крышка. Прямо правильно. Во всех аудиофилских устройствах сзади находится задняя крышка. Все четко. Внутри есть память. Называется 4GB, как у других аудиофилских гаджетов. То есть, все по-моему сверху, видите, да, можно повесить. То есть, подумали о вас, производители. Спереди находится экран, кнопочка, да, и вот такие вот кнопочки. И надпись «Логотип Руйзу». Руйзу существует настолько давно, что еще когда древние люди били по камням, уже Руйзу выпускали Hi-Fi аудиоустройство. Даже здесь написано на древнем языке «Digital Player». Вот, на старом таком наречии. Собственно, что здесь еще есть? Разъем. Настоящий аудиофилский мини-USB разъем. И вход под наушники. Настоящие аудиофилские наушники. Наушники придется покупать отдельно, в комплекте нет. Также здесь можно вставить карту. Но, друзья, сюда вставляется, вы не поверите. Настоящая обычная микро-SD карта. Вы представляете? В устройстве такого уровня микро-SD карта. Обычная совсем. В общем, это гений инженерной мысли. Но самое смешное, друзья, самое смешное, это то, что он не включается. Это ерунда. Однако, если подключить его вот этим аудиофилским кабелем, который вы купите у моих друзей за 50 тысяч рублей, подсоедините к этой батарейке. Потом обязательно прищепку надо вот так. Потому что иначе, ну, чтобы электроны так с натугой проходили, просто, вы понимаете, да? Потому что должно быть такое зажатое, чтобы звучание было такое более компрессированное. Вот это вот так вот компрессирует звук немножечко. Поэтому это специально тоже у моих друзей можно купить. 70 тысяч рублей, друзья. И вот смотрите, на самом деле. Да, это все ерунда, да? Посмотрите, какой шрифт. Посмотрите, какой шрифт. За это шрифт все можно простить. Вот. И как бы это устройство даже должно включаться. Ну, смешно то, что оно не включается. Ну, что вы хотели, да, за такие деньги? Так, давайте попробуем его включить. Нет. Вот только вот так. Собственно, как же оно звучит? Звук у него, конечно, константный, как и у всех остальных устройств за 350 тысяч. Точно такой же. То есть, ничего не меняется в компании Ruizu. Вот. И очень важно, друзья, вот видите, оно падает. Поэтому звук не очень компрессированный. Для того, чтобы звук был более компрессированный, мы делаем вот так вот. Все. Теперь оно... Нет, еще будет падать. Еще секунду. Вот так вот. Как-нибудь вот так. Вот так. Ну, в общем, вот так вот происходит компрессия звучания. Звук наполняется таким вот... А потом... Вот так вот он звучит. Собственно, как вы, собственно, и любите все. Ну, и как должно звучать устройство за 350 тысяч. То есть... Вот, собственно, да. Ну, смешно, конечно, что он не включается. Но это все ерунда, на самом деле. Вот такая конструкция. Ну, конечно, вы можете купить только само устройство за 350 тысяч у моих друзей. Но на самом деле лучше докупить все остальное, потому что без этого звук будет не тот. То есть, когда вот это вот... Вот это уйдет, но вот не будет доставать вот этого... А это очень нужно. Ну, собственно, в конце я хочу вам посоветовать песню Губина. У него был диск. Посмотрите в сети, скачайте. Охрененно играет на этом плеере. Я вот недавно переслушивал его дискографию. Класс. Ну, вот, собственно, друзья, вот так вот аудиофилия. Естественно, друзья, бескислородная медь внутри находится. Внутренности, как и у всех других аудиофилских устройств. То есть, там не ерунда какая-то. От настоящей внутренности. То есть, там микросхема есть. Все это действительно. Это не просто отверстие. Там внутри все есть. Как и у других аудиофилских устройств за 300 тысяч. В общем, друзья, отличное, отличное устройство. Ссылка будет в описании. Покупайте у моих друзей. Дешево и классно. Настоящий аудиофилский гаджет. Руйзо Хо 6. Хо. Я думал, Хо 6. Не, Хо 6. Хо 6. Наш девайс.